Дорогие мои, простите меня, если это возможно. Закрутила этот снежный ком, не вывернуться. Светлана наизусть знает содержание предсмертной записки сестры. О том, что Ольги больше нет, ей сообщила племянница, дочь погибшей. Родные подозревают, что на такой шаг ее подтолкнули коллекторы. У женщины, как оказалось, были долги. И чтобы вернуть деньги, так называемые переговорщики не стеснялись в выборе средств. Постоянно преследовали, шантажировали и угрожали. Происходит телефонный разговор, по-видимому, это был он. Я не смею это утверждать. Он сказал, тебе срок два дня, иначе мы тебя повесим. И даже после гибели женщины в ее квартиру наведываются коллекторы. Теперь грозят родным. Делать выводы о причинах трагедии правоохранители пока не могут, но в случившемся намерены разобраться. В настоящий момент установится образ жизни, а также обстоятельства, характеризующие личность данной женщины и все обстоятельства, произошедшие с ней. Вообще в Оренбурже это не единственный случай, когда работа коллекторов приводит к трагедии. Ведь зачастую взыскатели денег даже не разбираются, является ли стоящий перед ними человек должником. Вид угрозы, как правило, зависит от фантазии конкретного сотрудника коллекторского агентства. Это несмотря на то, что их деятельность регламентирована законом. Коллектор имеет право звонить с 8 утра до 10 вечера в будние дни, в праздничные выходные дни с 9 утра до 8 вечера. Но угрожать или требовать возврата кредита, а также именно в наличной форме внесения в кассу их предприятия, они не имеют права. Если это уже идет не единожды, то в любом случае обратиться надо в полицию с заявлением. С указаниями на лица, кто он звонил. И при звонке с коллектором лучше общаться с ними вежливо, а также говорить о том, что включен диктофон, хотя он может быть включен, не включен, но если вы даже запишите разговор, он в любом случае вам не помешает для доказательной базы именно в суде. А вот психологическая атака угрозами, не говоря уже об их воплощении, влечет за собой уголовную ответственность. Екатерина Волкова, Наше время, при поддержке ТРК Евразия.